Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. 1957 метров и 300 самолетов. Сочи отметил День космонавтики и спортивно, и креативно. Еще и рекорд установил. 20 апреля в новом парке на Макаренко будет заложен памятный камень. Об этом стало известно на планерном совещании в мэрии. Грамота неравнодушному человеку. Городской совет по делам инвалидов отметил чуткость дорожного рабочего. От Пасхи до Радоницы в Сочи на неделю увеличат количество общественного транспорта. Будущие субъектов олимпийского наследия Сочи сегодня обсуждают в столице. Рабочий день главы региона проходит в Москве. Там запланировано совещание по вопросам развития сочинских спортобъектов. Проведет его заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак. Ожидается, что одним из вопросов также станет передача в собственность Краснодарского края крытого конькобежного центра. Всего же олимпийское наследие Сочи – это 15 различных спортивных площадок. После зимних игр 2014-го там провели больше 180 соревнований. Руководителем департамента промышленной политики Краснодарского края назначен Игорь Куликов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Иван Алексеевич Куликов родился 1 апреля 1983 года в Иркутской области. Окончил Иркутский госуниверситет. Работал на руководящих должностях на предприятиях Иркутска. С 2008 по 2011 год трудился в Министерстве экономического развития Иркутской области. Занимал руководящие должности в Министерстве стратегического развития Краснодарского края в Министерстве экономики региона. В декабре 2015-го Иван Куликов был назначен заместителем министра промышленности и энергетики Кубани. С января 2016 года исполнял обязанности руководителя департамента промышленной политики региона. Волонтерский космический забег состоялся сегодня на набережной реки Сочи. Всероссийская акция призвана привлечь внимание к достижениям российской космонавтики. Сочинская молодежь присоединилась ко всероссийской акции «Волонтерский космический забег». Но сначала была разминка, организованная профессиональными тренерами. Более ста человек пришли сегодня на набережную реки Сочи, чтобы начать день космонавтики по спортивному бодро. В забеге у нас приняли участие молодые люди, представители вузов, СУЗов города Сочи, общественных организаций и все неравнодушные к сегодняшнему событию. Дистанция для всех участников составляла 1957 метров, в чей 60-летие – начало космической эры человечества, когда СССР запустил первый в мире искусственный спутник Земли с космодрома Байконур. Среди студентов самый маленький участник забега – однофамилит знаменитого космонавта Германа Титова, восьмилетний сочинец Миши Титов. Он четко знает, кто первый полетел в космос. Юрий Гагарин полетел в 1961 году. Самых быстрых участников космического забега наградили специальными дипломами, в их числе Александр Щукин. О, это было на космической скорости для меня. Я долгое время сейчас уже не бегал, не тренировался, работа не позволяла. Но вот третье место – это для меня весьма почетно на данный момент. Поддержать молодежь пришел лауреат государственной премии Геннадий Ильич Крамской. В 1955 году он с золотой медалью закончил сочинскую школу номер 10. Затем был Московский университет, аспирантура и работа главным конструктором в системе электронной промышленности. Заодно из разработок области лазерной техники был удостоен государственной премии. Студентам сегодня он рассказал о том, как ему посчастливилось в свои 23 года первый раз увидеть Юрия Гагарина. Заканчивал университет в 1961 году, и 12 апреля – это было действительно грандиозное ликование, когда мы узнали, что наш советский человек вышел в космос. А 14 апреля мы Гагарина встречали, когда он проезжал по Ленинскому проспекту, недалеко от Московского университета. Все студенты, преподаватели, конечно, вместо занятий вышли встречать и приветствовать первого нашего героя космоса. Первое впечатление произвело, конечно, его внешность, его улыбка. Вы понимаете, она такая какая-то необыкновенная, добрая и солнечная была. Ура! По массовому запуску самолетов, который в прошлом году состоялся в Сургуте. Там участниками акции стали 246 человек. По массовости мы уже в любом случае рекордсмены. Мировой рекорд там более трех тысяч, но мы на мировой рекорд не пошли, решили остановиться на рекорде России. Рекорд, побитый в день космонавтики, был установлен по команде «Поехали». «Поехали». Раз, два, три, поехали! Молодцы! Мы сегодня здесь собрались, потому что сегодня День космонавтики. Это великий праздник для России, ведь первые мы полетели в космос, а не другие страны. Я считаю, что это очень хорошо, что мы все собрались и сделали такой флешмоб. Сегодня мы запустили это небо самолетики и сами загадали желание. Я не буду этот секрет вам рассказывать. Надеюсь, что мое желание исполнится. Мы побили рекорд России, 300 человек и загадали желание, лично мое желание, чтобы все дети на свете были счастливы. В космосе еще можно проводить уникальные эксперименты, как ведут себя мухи в космосе или бактерии. Еще там чудесный вид из иллюминатора, особенно на восход солнца. В честь нового достижения школа номер 10 получила специальный сертификат от Международного агентства регистрации рекордов. Последние рекорды, зарегистрированные в России, это картина «Три богатыря из продуктов питания» и герб Краснодара из суши и роллов. В Лазаревском районе Сочи было отмечено сразу два рекорда. Самое большое колесо обозрения и исполнение гимна Кубани хором на этом же аттракционе. На очереди снова Сочи. Организаторы акций планируют провести на курорте ряд массовых рекордов. 20 апреля в зеленой зоне в микрорайоне Макаренко будет заложен памятный камень, который положит начало новому парку культуры и отдыха. Кроме того, в ходе мероприятия зона отдыха пополнится и новыми деревьями. Об этом сегодня рассказали на планерном совещании в мэрии. Какие еще важные вопросы вошли в повестку дня еженедельного совещания, расскажет Ольга Десятого. Начали планерку с кадровых перестановок. Новым начальникам управления образования назначен бывший директор 10-й школы и депутат городского собрания Владимир Давыдов. Департамент архитектуры возглавит Владимир Малов. Главой Молдовского сельского округа назначили Бориса Невзорова, а Волковского – Ибрагима Караева. Одна из главных задач новых глав сельских поселений – благоустройство и санитарное состояние. Ведь чистота и ухоженность – это обязательное условие привлекательности курорта для туристов. Да, действительно, на 10% упали продажи туроператоров, но это не касается Сочи. Это Сочи не касается. Мы идем на зря в ноздрю с прошлым годом. Даже на 0,5% выше. Это говорят туроператоры. Борьба за чистоту в Сочи не прекращается. Только за март в городе было собрано 4,5 тысячи тонн бросового мусора, в том числе и на субботниках. Впереди 22 апреля всероссийский. Выйти на уборку обязан каждый житель курорта, подчеркивает мэр. Ведь чистота – дело общее. Между тем, на прошлой общегородской уборке горожане показали крайне низкую активность. Убирать свои собственные дворы вышло меньше 1% населения. Все остальное было сделано силами администрации. Такое потребительское отношение жителей к своему дому, а в целом и к городу, надо менять. Во многом и от этого зависит благосостояние города. Вся городская среда будет востребована туристами. Как отмечают эксперты, интерес к частным домам и квартирам, по данным колл-центра, возрастает. В субботнике должны принимать участие все. В последний субботник, 7 числа, мы не обязывали это делать. Ваше поручение, как мы выполняли, чтобы привлечь жителей города, но фактически на 99% нам это не удалось. Мы показываем полную неуправляемость так называемой управляющей компанией. Поэтому в этот раз, я думаю, что ситуацию надо радикально ломать. Радикально сочинцы должны изменить свое отношение к Пасхе. Это не только светлый праздник с угощениями, но и время отдать дань памяти своим усопшим родственникам. А для этого нужно прийти к местам захоронений и привести в порядок могилы. А уже потом с чистой душой и совестью отмечать праздник. Но учтут память не все. В эти дни на городских погостах неухоженно и немноголюдно. Ну а те, кто пришел, хорошо понимают, зачем они здесь в эти дни. Это память. Вот к сыну тоже ходить надо постоянно. Вот, приучаем. Да. Бабушки, к дедушке. К бабушке, к дедушке. В то время придет к нам и будет ходить. Это традиция такая. Надо помнить ушедших. Возле нас могилки три, которые никогда не убирались. В этот раз смотрю я, и цветочки стоят, и свечечки стоят, и травка пообрана везде кругом. Родители для нас очень многое сделали. Хоть это и советское время было, мы жили очень бедно. У нас очень многодетная семья была, пять девочек. И все они выучили. И им я очень благодарна. Я все время преклоняюсь перед ними. Если я к ним не пойду, мне плохо становится. Ну а тех, кто все-таки пришел на кладбище, просят не оставлять здесь емкости с водой. Это способствует размножению комаров. Кроме того, глава города поручил привести в порядок дороги, ведущие к кладбищам. Там, где надо, провести ямочный ремонт. Зашла речь и о новом парке культуры и отдыха, который уже очень скоро будет обустроен в микрорайоне Макаренко. В честь 80-летия образования Краснодарского края. По поручению главы города, там уже идет обустройство дорожек, тропинок, всевозможных площадок активности и автомобильной парковки. 20 апреля здесь будет торжественно заложен памятный камень и пройдет акция по высадке деревьев. Сотни новых растений смогут высадить все желающие. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи на неделю увеличат количество общественного транспорта. Речь идет о периоде с Пасхи до Радоницы, так называемого родительского дня. В это время основная масса жителей обязательно стремится посетить места захоронения своих родных. В связи с этим на маршруты, связывающие спальные районы с кладбищами, будут направлены дополнительные автобусы. Таким образом, в центральном районе будут усилены направления к городским кладбищам на Дагомысской и в селе Барановка. Интервал движения автобусов, а это транспорт средней и малой вместимости, не составит больше 15 минут. В Хостинском и Адлерском районах автобусы будут чаще ходить на линиях, ведущих к погостам в селе Раздольное, на улице Леси Украинки, Адлерскому кладбищу в районе Золотой Петушок и в Молдовке на улице Тимашевская. В Лазаревском районе общественный транспорт будет регулярно курсировать к кладбищам на улицах Симашка и Декабристов. Дополнительно от пересечения улиц Павлова и Изумрудная на верхнее кладбище в Лазаревском будут ходить два автобуса. Отправляться они будут по наполняемости. Время их работы с 8.00 до 18.00 часов. Телефон для справок, замечаний и предложений вы видите на экране. Там же номера диспетчера в Сочи Автотранса. У них можно узнать, где в данный момент находится конкретный автобус. На Пасху и всю следующую за ней неделю на российско-абхазской границе возможно увеличение пассажирского и транспортного потоков. Сейчас границу ежесуточно пересекает порядка 17 тысяч граждан и свыше 4 тысяч машин. Однако уже в ближайшие выходные эти показатели могут вырасти на 20%. В Краевом пограничном управлении ФСБ приняты все меры по обеспечению бесперебойной работы пункта пропуска. Однако во избежание образования очередей пограничники рекомендуют заранее готовиться к поездке. Ведь нередко люди только на границе узнают о том, что срок действия их паспорта истек или они числятся в должниках. Каждый такой случай неизбежно влечет за собой увеличение времени нахождения человека на паспортном контроле и как результат образования очередей. В случаях, если же все лица, пересекающие границу, считают, что сотрудники пограничного контроля предъявляют неправомерные, необоснованные требования, можно обратиться с жалобой в пограничное управление по телефонам доверия в Краснодаре и Сочи. Каждый такой сигнал служит основанием для проведения проверки. Также при планировании поездки следует учитывать, что наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков наблюдается утром с 8 до 11 часов и вечером с 16 до 19 часов. Разработаны правила легализации машин с измененной конструкцией. МВД подготовила соответствующий регламент. Речь идет о внедорожниках с дополнительным оборудованием, в том числе с газобаллонным, которое столь популярно в России, а также о других усовершенствованиях автомобиля. Ранее требовалось обратиться в лабораторию и получить предварительную техническую экспертизу, что такие изменения можно внести. Затем с этим заключением надо было прийти в ГИБДД за разрешением изменить конструкцию. При этом в некоторых подразделениях от автовладельцев требовали сначала привезти автомобиль в первоначальный вид. Следующий этап – это визит в автосервис, чтобы снова внести изменения в конструкцию и получить об этом документ. Потом необходимо пройти техосмотр, показать машину в лаборатории, получить заключение о безопасности и снова в ГИБДД на регистрацию. Новый же регламент устанавливает общий порядок для всех. Теперь, если на машине уже установлено оборудование, которое требуется легализовать, то снимать его не требуется. Госпошлина за такое решение составит 800 рублей. Но это касается только того, что автовладелец получит в ГИБДД. Все остальные экспертизы, обследования и прочие необходимые документы за счет автовладельца. Сотрудники ГИБДД могут и отказать во внесении изменений в конструкцию, если эти изменения не соответствуют требованиям документов, указанных в регламенте. На всю процедуру в ГИБДД отпущено 60 минут. Из них 20 минут на осмотр автомобиля. Что это понятно, а вот откуда – вопрос. Неоднозначное видео прислали сегодня нам в редакцию прогуливавшиеся вдоль реки Псахе-Люди. Псахе – небольшая река, пересекающая микрорайон Мамайка. Сегодня вода стала почти черной, а запах канализации не оставлял сомнений, что это нелегальный сброс. Жаль, что видео не передает этого чудесного в кавычках аромата. И это все напрямую в море. По мнению очевидцев, сброс произошел выше по течению. Продолжаем. Предприниматели Сочи могут воспользоваться новыми услугами МФЦ. Дополнительный перечень услуг для бизнеса стал доступен в многофункциональных центрах всего Краснодарского края. Теперь предприниматели могут дополнительно получить информацию о недвижимом имуществе, включенном в перечень государственного и муниципального имущества, данные об организации участия в закупках товаров, работ, услуг, о формах и условиях финансовой поддержки предпринимателей. Всего региональная сеть предоставляет 133 вида различных услуг для бизнеса, сообщает администрация Сочи. Для предпринимателей в каждом центре организованы приоритетные окна обслуживания. Более подробную информацию об услугах можно получить на едином портале МФЦ или по телефону горячей линии 8 800 100 09 00. Две олимпийские награды и благодарственное письмо. Сегодня Совет по делам инвалидов при главе города начался с поздравления. Провела Совет по делам инвалидов заместитель главы города Ирина Романец. Она вручила только что пришедшие памятные олимпийские медали и грамоты за подписью президента страны председателю сочинской местной организации Всероссийского общества слепых Гаянета Вакелян и Дэвид Эмиришвили председателю общественной организации инвалидов-колясочников Сочи «Возрождение». Обоим за вклад в подготовку в проведении олимпийских и паралимпийских игр. После вернулись к насущным темам. Совет по делам инвалидов рассматривал сегодня несколько проблемных вопросов. О доступности общественного транспорта для инвалидов по зрению, о восстановлении и замене тактильных плит на тротуарах, о консультативной помощи родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Для того, чтобы обеспечить статус самого лучшего города в стране по доступности, нам еще много и очень много надо работать. Почему и предметом рассмотрения этих вопросов являются специализированные совещания и такие вот площадки, как именно совет при главе города по делам инвалидов. Мы сегодня в очередной раз выносим самые важные вопросы по организации доступности как раз в нашем городе, потому что это надо поддерживать. Но одно дело создать инфраструктуру, другое – каждодневно вникать в жизнь инвалидного сообщества. Антонина Николаевна Наумова всецело погрузилась не так давно в новую для себя работу. В нашей организации состоит более двух тысяч человек. Люди в основном пожилого возраста, инвалиды, но хочется привлечь внимание и более молодых инвалидов, потому что мы обладаем достаточно большой информацией, кому-то можно помочь найти свое место в жизни, направить на учебу. Есть у нас такие специализированные учреждения. Таких людей с душой в нашем городе много. Вот, например, благодарственное письмо. Но также сегодня было вручено дорожному рабочему предприятию «Опардор» Черноморья, которое обслуживает подъемники в подземных и наземных переходах. Адрей Ярославцев всех колясочеков района знает в лицо. Они же с благодарностью пишут о нем во всех социальных сетях. Нужно включить подъемник, звонят прямо ему, неравнодушному человеку. Обычные люди. Обычные люди. В коляску любой может сесть. Такие же люди, как и все. Совет по делам инвалидов проводится раз в квартал. А вот рабочая группа по доступности раз в неделю. И как раз от тех вопросов, которые обсуждаются на этих собраниях, во многом зависит решение вопросов по созданию в Сочи безбарьерной среды. Елена Овсецна, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Молодые дизайнеры России представят стиль Сочи. Десятый юбилейный конкурс модельеров студентов и выпускников образовательных учреждений, готовящих специалистов в области дизайна одежды, состоится 22 апреля. На суть жюри будет представлено более 20 коллекций молодых дизайнеров со всей России. Из Москвы, Тюмени, Уфы, Кирова, Грозного, Пятигорска, Магнитогорска, Ставрополя, Краснодара и, конечно, Сочи. Традиционно коллекции представляются в трех номинациях – кайжуал, креатив и этностиль. Смотр дизайнерского мастерства – это отборочная площадка для крупнейших российских и международных проектов. Победители получают возможность стать номинантом национальной отраслевой премии «Золотое веретено» в номинации «Дебют» и участвовать в международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт». Победители конкурса «Стиль Сочи» не раз участвовали в неделе моды «Время», представляли свои коллекции на неделях моды в Москве. Многие участники конкурса успешно развивают собственный бизнес и производство. Отличительная особенность конкурса – открытое голосование, при котором оценки и мнения жюри объявляются сразу после показа каждой коллекции. Начало конкурса в 16.00 ЦУМ, четвертый этаж. И в завершение информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.